Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали ко мне на канал YouTube в новое видео. Добро пожаловать, девочки! Сегодня, как и всегда, у нас с вами будет интересно и, главное, полезно, потому что я разберу тему, на которую я буквально недавно, на днях, провела прямой эфир в своем Instagram. Если вдруг вы не подписаны, то я рекомендую это сделать, там очень интересно. И мы с вами общаемся там на разные темы, не все перекликается с YouTube. Ссылку оставлю в инфобоксе под видео. Так вот, я сделала эфир на тему основных ошибок, которые допускают девушки, составляя образы, которые мешают, собственно, получить стильные современные образы. И по вашей обратной связи. Этот эфир посмотрело порядка 4000 человек на данный момент. Я поняла, что эта тема очень полезна и интересна. В связи с чем я решила снять отдельный ролик сюда на YouTube тоже. Ролик будет более сжатый, более емкий, чем эфир. Ролик был больше, чем на час. В ролике, конечно, мы с вами час общаться не будем. Я расскажу вам основные ошибки, которые мешают составлять стильные образы. И очень надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Давайте начнем! Итак, первая ошибка, которая, естественно, будет мешать вам собрать стильный образ такими вещами, это надевать те вещи, продолжать их вообще носить и иметь в своем гардеробе, которые на вас плохо сидят. Есть несколько похожих ошибок. Первое, это именно плохо сидящие вещи. Обычно речь идет о вещах не по размеру в данном случае. Зачастую это вещи на размер меньше. Я знаю прекрасно, по опыту, у меня он большой, я практикующий стилист, что часто девочкам просто моральнее, девочкам любого возраста моральнее, как-то комфортнее и приятнее ощущать себя в наименьшем из возможных размеров. То есть хочется влезть в S, куда же, если объективно тебе ближе M. То есть если ты между S и M или M и L, ну как-то вот многим морально приятнее втиснуться в меньший размер. Но, девочки, это далеко не всегда означает, что вещь на вас хорошо сядет. Да, вы можете в нее влезть, но она начнет на вас натягиваться, деформироваться, уйдут складки. Например, если речь идет о брюках с защипами, то эти складки растянутся на бедрах, уйдет стрелка, она натянется на бедре и так далее. Я рядом с собой покажу вам несколько таких, ну, можно сказать, очевидных для кого-то примеров, но я все равно считаю правильным их показать для наглядности. И в том числе будут примеры, не знаете, не просто девушек плюс сайз, надевавших на себя размер XS. Тут, в общем-то, это будет любому человеку понятно, что так делать не нужно. Но даже пример топ-моделей, например, Ирины Шейк, на которые надета... То есть человек, казалось бы, с идеальной фигурой, как принято считать, по крайней мере. И на девушке надета платье на Ирине, которое ей, очевидно, мало, оно сплюскивает грудь. Оно начинает сборить очень сильно, потому что ткань натягивается вместо того, чтобы спокойно спускаться по телу, по корпусу и дальше-дальше. Дженнифер Лопес тоже женщина с великолепной фигурой. Да, конечно, объемной. Но тут как раз проблема платья в верхней части ее тела. Она настолько сильно ее обтянула, что у нее появляются складки на талии, которых не будет, если это будет вещь по размеру. Платье, которое сплюскивает, опять же, ей грудь. Это то, что портит фигуру, то, что создает какие-то недостатки, какие-то несовершенства, которых на самом деле нет. Это делают часто вещи не по размеру. Когда вы застегиваете пиджак, и у вас начинает натягиваться ткань, вот так вот, например, в районе где-нибудь груди или живота, у кого какие зоны объемные, или пальто, то же самое верхняя вещь. Так быть не должно. Выбирайте всегда вещи по размеру. Это касается вплоть до нижнего белья. Оно не должно впиваться вам в тело. Его контуры не должны читаться из-под вещей, надетых сверху, будь то поясные изделия или верхние какие-то изделия. Все должно быть по размеру. Это правило номер ноль. Еще один из моментов, которые, конечно, нам будут мешать создать красивый, стильный образ, гармоничный образ, это когда девушки здесь зачастую по незнанию, то есть не из соображений психологических сделать себе приятно, а по незнанию выбирают вещи, которые не подходят их типу фигур. Я думаю, что многие из вас слышали или даже знают, что можно корректировать фигуру с помощью одежды. Я этому, к слову, учу. На своем курсе по стилю мы стартовали с девочками в понедельник. У нас сейчас все только начинается, и мы будем приступать к изучению коррекции фигуры, работы с цветом и так далее. Так вот, можно как? Скорректировать какой-то дисбаланс, если вы считаете, что он у вас есть. Будь то широкие от природы плечи, тяжелые объемные от природы бедра, которые не уходят никакими диетами, отсутствие от природы талии. Любую фигуру при грамотном подборе одежды, а это подразумевает крой, цвет, фактуру, любую фигуру можно привести к гармоничному балансу. Для нашего человеческого глаза баланс это плюс-минус песочные часы. То есть, когда есть какая-то симметрия, глаз к ней стремится, при том, что от природы, конечно, идеально симметричных вещей не существует, но нам все время хочется привести все в равновесие. Так вот, когда идет равновесие между верхней частью фигуры и нижней, и зачастую девушки, просто не зная, как это сделать, выбирают неподходящие вещи. Это та самая история, когда кажется, что если у тебя объемные бедра, то ни в коем случае не нужно носить широкие джинсы, брюки, там, палации или прямые, что они будут еще больше полнить, надо напротив лезть в скини, а получается совершенно наоборот. Такие вещи будут только подчеркивать тот объем, который вы хотите скрыть, вместо того, чтобы как-то его смягчать. То есть, если у вас тяжелые бедра, вам нужно давать объем наверх. Если у вас широкие плечи, его нужно давать вниз. Все эти фишки я рассказываю очень подробно в этом видео, они просто не влезут, потому что это отдельный эфир на целый час. Но имейте в виду, что если вы не знаете свою фигуру, и вы понимаете, что что-то не то, что-то не складывается, вы выглядите в вещах полнее, чем вы есть. У вас какая-то часть вашего тела кажется слишком объемной или наоборот очень маленькой. Изучите вопрос строения фигур и как ее корректировать с помощью одежды. Еще одна ошибка. Вот, кстати, я не помню, сказала ли я об этом на эфире или нет. Поэтому те, кто и смотрел эфир и посмотрит это видео, вы молодцы. Потому что это пытаться создать стильный, классный образ, используя вещи в своем гардеробе, которым много лет. Много лет это 5 лет плюс-минус парочку. Дело в том, что многие знают моды цикличные. К нам возвращаются предыдущие десятилетия. Но это еще не все. Примерно каждые 5 лет, в каких-то источниках 3-5 лет, в каких-то 5-7 лет, но десятилетия это безусловно, мода имеет тенденцию изменяться глобально. Речь идет не о быстрых ежесезонных трендах, а о длинных трендах. Это тренды на посадку, на длину, допустим, борта жакета, длину рукава верхнего изделия, свободу посадки, тот же самый крой джинсов или брюк каких-то. Вот такие вот более глобальные силуэты, они меняются примерно каждые 5 лет. И если вы сейчас, в 2021 году, пытаетесь собрать стильный, модный, актуальный образ, доставая вещи из шкафа, которые вы покупали 5 лет, 7 лет, тем более 10 и дальше лет назад, этого просто невозможно сделать, потому что поменялись силуэты. И современно те вещи не выглядят и выглядеть не будут. И если вы их оставляете с мыслью, что мода циклична и, возможно, они вернутся, тоже нужно понимать. Да, у нас периодически в моде 70-е, в моде 90-е, но это обычно не те самые вещи, которые лежат у нас в гардеробах с тех самых времен. Это переосмысление того времени, той моды, которая тогда была, и адаптация ее к современному миру, к современным, опять же, силуэтам и каким-то стандартам стиля. То есть то, что реально носили в 70-х или даже в 90-х на сегодняшний день, это все-таки винтаж, и его нужно уметь носить, чтобы не выглядеть в нем комично, или странно, или негармонично, что часто случается, когда очень разные вещи стыкуются в образе, об этом я еще сегодня скажу. А то, что нам предлагает современная мода, даже под девизом в моде 70-е, это будет все-таки стилизация. Поэтому, конечно, создавая современный образ, вам необходимо использовать современные, актуальные вещи. Еще одна ошибка, которая часто встречается, ее можно видеть в интернете, возможно, на улице тоже вы таких встречали девушек, и здесь, скорее, причина будет в том, что хочется экспериментов, хочется в моду и в стиль погружаться и развиваться, но по неопытности получается винегрет. И я говорю о тех случаях, когда в одном образе собрано слишком много цвета. Цвет это классно. Я люблю работать с цветом, я люблю его носить, вы это видите в моих видео, вы это видите в моих образах, в инстаграм, которые я вам показываю. Но цвет нужно уметь подбирать, сочетать и работать с оттенками. Это тоже очень важно. Гармонично для нашего глаза, эту тему я тоже подробно разбираю на курсе, сочетание в одном образе оттенков одной температуры. То есть любой цвет, кроме черного, может иметь оттенки, уходящие в более теплые и в более холодные. Есть также нейтральный оттенок, у которого теплый и холодный пигмент в балансе. Так вот, когда у вас в одном образе намешаны теплые и холодные оттенки, неважно, оттенки красного, оттенки белого, оттенки какого угодно цвета, начинается цветовая грязь. Это очень редко выглядит стильно и главное, гармонично для нашего восприятия. То есть вещи-то могут быть классные, но гармонии нет. Это первое, когда идет именно игра оттенков и когда просто слишком много цвета. Это тоже не для повседневности. В большинстве своем нужно иметь определенную харизму даже и определенную внешность, которая вытянет такие образы. И даже если вы видите подобные луки где-нибудь на европейском стритстайле, недель мод, который не умер, как многие предрекали, в связи с тем, что недели моды перешли в диджитал, то все равно стритстайлеры продолжают создавать для нас вдохновение. Так вот, если вы это видите где-то в Инстаграме или в Пинтересте, это вовсе не значит, девочки, что люди реально так ходят. Многие фотографии создаются для вдохновения, для фана, просто для веселья, для того, чтобы вас развлечь и главное для этих ребят себя показать, привлечь внимание уличных фотографов. Это не значит, что это стильно, далеко не всегда это так, особенно в реалиях реальной жизни. Простите за тавтологию, это выглядит порой очень странно. Понятно, что мы все одеваемся для себя, и не важно, кто что подумает, но если у вас стоит цель производить на людей определенные впечатления по работе, в личной жизни, как профессионал, то тогда ваш внешний вид имеет значение, и имеет значение, как вас воспринимают другие люди. Похожая история тоже, которая позволяет не стильный образ собрать, а какой-то сложный и очень такой весь разрывающийся в разные стороны, это когда в одном комплекте собрано очень много сложных вещей. Это тоже история про стрит стайл. Она перекликается, она близка с ошибкой про цвета, но цвета, они могут быть просто очень много цвета, и это выглядит немножко как цирк уехала, клоуны остались. А здесь история о сложных вещах. Какие-то из них могут быть цветные, какие-то могут быть абсолютно базового цвета, без принта в том числе, но между собой эти вещи ничего не объединяет. Получается тоже своего рода стильная ошибка, получается какая-то модная каша, а не образ, когда... Ну вот я вам показываю фотографии, вы можете просто посмотреть, как это выглядит. Это даже для стрит стайла бывает странно. И да, такие фотографии может быть интересно разглядывать. Да, есть блогеры с огромной аудиторией, которые делают эти фотографии. Вот сейчас, это не какой-то прошлый век, но я повторюсь, что надо понимать, для чего эти фотки делаются. Этими самыми блогерами, стрит стайлерами, потому что это их фишка, потому что так они привлекают внимание, так они зарабатывают деньги. Готовы ли вы ходить в ватники условно и розовой как бойской шляпе с перьями? Я думаю, что вряд ли, потому что это выглядит очень странно. Это абсолютно не сочетающиеся между собой вещи, которые не дадут вам гармоничный и объективно стильный, а не чудаковатый образ. Ну и еще один момент, очень такой тонкий, но этому тоже нужно учиться, который, когда хочется сделать образ интересным и сложным, а получается слишком много всего. И опять-таки сборная солянка, когда в одном комплекте вы сочетаете вещи разных фактур, очень много разных фактур, не просто две разные фактуры, а очень много и не совсем работающих между собой. Условно, когда девушка надевает на себя платье кроя Baby Doll, допустим, какое-то розовое в шитье, выполненное или с кружевом, и при этом берет черную крокодиловую сумку большую твердой формы. Да, сейчас мода, она часто про хайп, про сочетание несочетаемого, но если мы все это переносим потом на реальную жизнь, это смотрится очень странно. Опять же, рядом с собой я покажу вам фотографию, и я на эфире тогда, я помню, просила написать, как вы думаете, что это за бренд. Если вам хочется проверить себя, вы можете поставить паузу, посмотреть на этот снимок сейчас и написать в комментарии, как вы думаете, что это за бренд, потому что вот это, это текущая коллекция одного из топовых люксовых брендов, то есть весна-лето 2021. Для всех, кто ставил паузу, продолжаем, для тех, кто не ставил, продолжаем тоже. Девочки, это Gucci, это их лукбук, но согласитесь, если бы вы не знали, или вы и так не знали, что это Gucci, и увидели девушку, одетую подобным образом на улице, вы бы вряд ли подумали, что она очень стильная, модница, особенно, если вы живете не в Нью-Йорке, может быть, Париже, или в Москве, но тоже вряд ли, а просто в обычном городе. Вот я, например, если бы в своем родном Новосибирске увидела такую девушку, я бы ее поразглядывала, но какое впечатление это все создает, скорее, стильной каши. Gucci это делает для того, чтобы привлечь внимание своих клиентов, и в реальности это как с фэшн-шоу, которые раньше проходили, сейчас они не проходят, я очень надеюсь, что они вернутся когда-то, но это ключевое слово шоу, задача привлечь внимание. Более того, есть даже понятие разных коллекций, подиумных и тех, которые реально отшиваются для жизни, для магазинов, для продажи. Подиумные коллекции тоже продаются, но они зачастую делаются более экстра, более яркими, более театральными, если хотите, и мало кто тотал лук с подиума носит в жизни, разве что какие-то ковровые дорожки, это очень редко встречается, либо это должен быть супер кашуал бренд для реальной жизни. В основном берется платье из образа, например, Gucci, к нему добавляются уже нормальные какие-то колготки или туфли, берется сумка подходящая по оттенку, и получается классный, стильный и гармоничный образ. Либо берется какая-то другая вещь из этого образа, но чтобы все вот так вот вместе, это фэшн безумие, это крайне редко переносится в реальную жизнь. У меня на сегодня все. Видео, как я и говорила в начале, получилось достаточно емким, но при этом очень содержательным по примерам, как я считаю, очень показательным, если хотите. Я надеюсь, что для вас оно было полезным. В инстаграм, опять же, на эфире я посвятила этому намного больше времени, отвечала на ваши вопросы. Если интересно, вы можете пересмотреть эфир, либо просто подписаться, и будут еще эфиры, где вы сможете задать свои вопросы. А я надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра этого ролика. Желаю вам прекрасного настроения, отличного дня или вечера, и до скорых встреч в следующих видео. Будет очень интересно, это я вам могу обещать. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!